Я запрошу и до слова зараз шановну Катерину Ивановну Безвершенко, кандидата медичных наук, яка дасть бачення дерматолога, атопичного дерматиту у детей, алгоритм диагностики відповідно до унифікованого клінічного протоколу, а в подальшому підхвухопить эстафету кандидат медичных наук, директор медичного центру Добробуд, Кундіна Наталья Олексіївна. Прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить перед педиатрической аудиторией, потому что я категорически за дружбу между специальностями, особенно касательно дерматологической патологии. Атопический дерматит, наряду, наверное, с небольшим количеством заболеваний, относится к тем, которые бесконечно обсуждаются на международных конференциях и украинских, масса исследований посвящена этому заболеванию, и тем не менее, как была несогласованность определенная, так она, собственно говоря, и осталась. То есть существуют синонимы этого заболевания, да, несмотря на то, что мы все решили, что это таки, да, атопический дерматит, но тем не менее, например, в немецкоговорящих странах все-таки это нейродермит. В Европе часто встречается атопическая экзема или просто экзема, а последнее время говорят, что экзема и атопический дерматит – это вообще одно и то же заболевание. Более того, в литературе вы не встретите какого-то единого определения этого заболевания, то есть будут постоянно какие-то разные определения. Вот это определение, например, я встретила в последних европейских гайдлайнах по лечению атопического дерматита. Воспалительное, зудящее они ставят на первое место, может быть хроническим или хроническо-рецидивирующим, и сразу же указана генетическая связь, да, то есть возникает чаще всего в семьях с атопическими заболеваниями в анамнезе, да, будь то бронхиальная астма, аллергический риноконъюнктивит или атопический дерматит. Заболеваемость высока, и она и остается высокой вследствие того, что есть связь с проживанием таких детей и взрослых в индустриально развитых городах. У детей это действительно лидирующая патология, до 30% детей раннего возраста страдают атопическим дерматитом, и так и будет, скорее всего, в ближайшем будущем. В Украине ежегодно регистрируется только дерматологами 130 тысяч детей с атопическим дерматитом, и где-то около 3% взрослых в большинстве стран мира страждают этим заболеванием. Да, ну и известно, что ассоциирован с линоконъюнктивитом и с бронхиальной астмой. Вот это интересный слайд тоже прошлого года, в котором уже утверждается тот факт, что есть атопический дерматит взрослых, который может возникать после 60 лет, без какого-либо бэкграунда, без какого-либо анамнеза атопического в раннем детстве. То есть, возможно, имеется в виду то, что старческие кожные зуды, как диагноз, это, возможно, атопический дерматит взрослых или пожилых людей. Прошу обратить внимание, что наиболее высокая степень тяжести встречается все-таки у деток до 2-6 лет. То есть, около 40% страдают именно тяжелыми формами атопического дерматита. Дебют может быть не только в 3-4 месяца от рода, как мы с вами привыкли по литературе знать, а может быть и в 2, и в 6, и в 14 даже лет. Давайте как-то выделим какие-то основные позиции этиопатофизиологические атопического дерматита. Значит, на первом месте, да, действительно генетическая склонность, то есть конкордантность у монозиготных близнецов 80%. В коже возникает иммунное воспаление, то есть превалирует продукция Т-хелперов 2-го типа в коже, которые впоследствии индуцируют продукцию иммуноглобулина И. На первый план сейчас в исследованиях выносится то, что основным патогенетическим механизмом является недостаточная все-таки функция барьера кожи, то есть сухая кожа. В коже нарушается метаболизм липидов, возникает дефект белковых структур и запускается процесс аллергического воспаления. Следующий постулат – это аномальная микробная колонизация, то есть превалирует золотистый стафилококк, то есть он высевается около 90% в очагах высыпаний как раз вот атопического дерматита. Дрожжеподобные грибы – молоцессия фурфур и герпесвирусная инфекция. Вот буквально совсем недавно у меня на приеме был ребенок с верлифольмным пустулезом капоши, то есть на фоне атопического дерматита у ребенка развелась герпесвирусная инфекция, он был весь абсолютно покрыт герпетическими высыпаниями. И это действительно тяжелые дети, это очень сложный диагноз, и иногда мы вместе с некционистами ведем таких детей. Вследствие вот этой аномальной микробной обсемененности впоследствии увеличивается и восприимчивость к другим инфекциям. Поэтому, например, когда лечат таких деток в стационаре от каких-либо других заболеваний, очень просят не делать внутривенных инъекций, например. Именно потому, что при частой травматизации внутривенными инъекциями возможно очень мощное инфицирование, поскольку, как вы знаете, основная локализация атопического дерматита – это локтевые сгибы. Поэтому таких детей желательно лечить либо таблетированными препаратами, либо внутримышечными инъекциями. И, наконец-то, к счастью нашему, основные постулаты все-таки включили психосоматическую составляющую этого заболевания. Потому что это действительно очень важно, и мы подчас выступаем психологами на приеме, хотя времени у нас на это недостаточно, у нас всего 7 минут на человека у дерматолога на приеме в государственной структуре. Вот мы пытаемся работать отчасти психотерапевтами с родителями этих детей, потому что ситуации, как правило, в семьях очень сложные психологически. Это мультифакторное заболевание и сложное, то есть имеет значение и генетика, имеет значение окружающая среда, имеет значение сам человек как таковой, human being, то есть его конкретные личные индивидуальные особенности, которые мы тоже должны где-то учитывать. Именно его способ реактивности, реактивности его иммунной системы, который тоже может участвовать в инициации атопического дерматита. Что нашли относительно недавно? Ну, относительно недавно. Обнаружили ген, который ответственен за продукцию такого белка, как филогрин, участвующий в построении нормального барьера кожи. И вот нашли этот ген, который мутирует, то есть он у пациентов с атопическим дерматитом мутирует, возникает какая-то генетическая поломка, непонятно пока почему эта генетическая поломка возникает. Есть такая гипотеза, что это адаптивная поломка, то есть характерна для людей, которые злоупотребляют гигиеной и чистотой, вот так скажем. То есть даже уже есть такая информация, что это заболевание любви к гигиене. То есть очень частое мытье способствует тому, что кожа не знакомится с большим количеством аллергенов, и она становится просто неготовой при встрече с какими-либо провоцирующими агентами. Филогрин является частью очень важной штуки под названием натуральный увлажняющий фактор, который ответственен за массу всего на коже, в частности и за PH, и за антимикробную активность, и за массу-массу всего. И вот из-за того, что страдает этот белок, филогрин, то есть он дефектен, возникает и защелачивание кожи, и микробное обсеменение, и нарушение целостности рогового слоя. И вот этот роговой слой, собственно говоря, и становится потом очень чувствителен к всевозможным аллергенам и к инфекции. Возникает вот именно эта трансэпидермальная потеря воды, которая по сути лежит в основе атопического дерматита, и роговой слой становится максимально проницаем для патогенов. То есть дефект белка, филогрин, гена, мутация гена, ответственного за белок филогрин, это первое, что есть нового, изученного при кожном барьере, нарушение кожного барьера при атопическом дерматите. И второе, это снижение содержания церамидов. Это липиды, которые по сути представляют собой такой вот цемент, который соединяет между собой корниоциты, клетки верхнего слоя эпидермиса. Если этих липидов мало, то возникает все то же самое. Снижается проницаемость для патогенов, теряется вода и снижается антимикробная активность. Более того, мы помним, что в основе атопического дерматита лежит повышенная продукция, инфильтрация тканей Т-хелперами второго типа. Они, в свою очередь, вырабатывая интерликин 4, также снижают этот уровень церамидов и усугубляют еще больше ситуацию. Еще бы хотела обратить внимание. Стресс. Имеет значение стресс. При выработке глюкокортикоидов в процессе стрессовой реакции также снижается уровень церамидов в коже. То есть это один из основных, с моей точки зрения, триггеров атопического дерматита, независимо от возраста. Это считается, что вроде бы только в 7 лет ребенок пошел в школу, они меняют окружение, они начинают нервничать, и у них из триггерных факторов на первый план выходит стресс. Ничего подобного. Я считаю, что в зависимости от того, какие родители, это может быть вообще, я не знаю, спеленок. А родители, как вы понимаете, бывают сейчас разные. Интересный слайд тем, что атопический дерматит по снижению качества жизни на втором месте находится после церебрального паралича. Даже наши акне, из-за которых и суицидальные попытки бывают, и что угодно, вообще бог знает где в конце. А атопический дерматит 33% после детского церебрального паралича. То есть это действительно реальная проблема. И у меня есть дети, пациенты, которые не ходят в школу, потому что они чувствуют себя ущербными инвалидами из-за того, что у них атопический дерматит, у них домашнее обучение. Хотя я считаю, что это, в общем-то, не очень правильно, но тем не менее, вот такая обстановка в семье. Они действительно раздражительны, но самое ужасное – это плохой сон. На каком-то из конгрессов, я очень хотела как-то это видео получить, но так и не представилась возможность. Нам показали фильм с скрытой камерой, показанный, как спит ребенок с атопическим дерматитом ночью. То есть это представляет собой метание по постели в каком-то вот таком, знаете, как полубредовом состоянии этого несчастного мокрого ребенка. Потому что он вроде бы и спит, и вроде бы и не спит, при этом он постоянно чешется вот как какое-то животное. Ну, это ужасное совершенно видео, ужасное. Но его показали именно для тех докторов, которые относятся к разряду стероидофобов, то есть которые боятся назначать топические стероиды. Потому что дерматологи такие тоже есть и пытаются находить какие-то альтернативные пути. А, к сожалению, вот при таких сложных ситуациях у нас нет альтернативы топическим стероидам, для того, чтобы облегчить ребенку состояние. Это круг атопического дерматита, который, в общем-то, непонятно откуда начинается и накручивается один на другой. То есть непонятно откуда это все начинается, но гипотеза такова, что начинается это все-таки все именно с изменения кожного барьера. Это локализация высыпаний. В раннем детском возрасте я бы добавила еще туловище, потому что в раннем детстве вот до года высыпания бывают и в этой области. Это уже у более подрощенных детей. Ну вот какой-то слайд такой попался. Так, и у взрослых. Развивается, как правило, у детей с эксцедативно-катаральным типом конституции. Да, вы знаете. Это вот по поводу избыточной массы тела как раз. То, что говорила профессор. Самая главная особенность, начальная стадия, она обратима. И было бы очень здорово, если бы мы как бы именно в начальной стадии вовремя начатыми мероприятиями остановили бы этот процесс. К сожалению, часто допускаются такие ошибки и пациентами тоже, и нами, что да это все ерунда, начальные изменения они сами пройдут. Полезут зубки первые, там еще какие-то. То есть ищут все время какие-то точки отчета, от которых уже вот оно все должно наконец-то стабилизироваться. Но, к сожалению, если лечение неадекватно и несвоевременно, то это может переходить уже в стадию выраженных изменений. Итак, острая фаза. Это всегда ярко, это эритема. Это почти всегда визикулы или папулы-визикулы, которые вскрываются с мокнутым и с образованием корочек и впоследствии шелушения. Да, локализация самая частая, которую мы встречаем, это лицо, область и щеки. Если острая фаза перешла в хроническую, то эритема отходит на второй план. На первом плане у нас папулы, мелкие, миллиардные, которые расположены по периферии очага. Шелушение, экскориации, естественно расчесы, потому что они безумно чешутся, и ведущий симптом атопического драматита это зуд. И лихинификация. Лихинификация характерна для более старших возрастов, которые представляют собой реакцию кожи на частое расчесывание. То есть она представляет собой яркое усиление кожного рисунка, сухость и уплотненность. Вот это лихинификация. То есть это как ответ кожи на постоянные травматические воздействия. Атопический драматит – это заболевание с поливалентной сенсибилизацией. То есть эти триггеры, эти факторы с возрастом радикально меняются. Если в младенческой фазе мы говорим о том, что пищевые аллергены превалируют, и потом коллега-педиатр именно этому уделится, Наталья, внимание, пищевым аллергенам. В детской фазе это клещи домашней пыли, шерсть животных, причем, что интересно, больше кошки, чем собаки. И в вот этих европейских гайдлайнах написано, что не доказано, что собачья шерсть либо эпидермис, вернее, собаки может быть провоцирующим фактором. То есть в основном коты. Хотя, опять же, я знаю, коллеги-аллергологи говорят, что вывели гипоаллергенного кота, на которого нет реакции. Причем он в шерсти, что интересно. Так, во взрослой фазе считается, что конкретные триггеры неизвестны, но я почти уверена в том, что стресс – это ведущий триггер уже начиная с 5-6 лет у ребенка и далее. Опять же, несмотря на то, что много исследований, бесконечные доклады, конференции, но критерии диагностики Ханифина и Райки, которые были придуманы еще в 80-м году, обязательные и дополнительные, каковыми были, таковыми и остались. То есть мы опираемся на них и ведущий обязательный критерий – это зуд. Типичная морфология локализации – течение и атопия в анамнезе. Я очень часто, особенно взрослых пациентов, приходящих ко мне с экземой кистей, начинаю спрашивать, что у них было в детстве, хотя они дико на меня смотрят и не понимают, какое отношение. Их взрослая экзема, допустим, на моющие какие-то средства, детергенты, имеет отношение к детству. Но тем не менее имеет. Потому что очень часто у взрослых экзематозные проявления на кистях, связанные с беременностью, вот у женщин в особенности, это все детская атопия, которая проявила себя во взрослом возрасте. И тогда у нас совершенно другая тактика лечения, если действительно этот детский бэкграунд присутствует. К дополнительным критериям, прошу обратить внимание, относится высокий уровень иммуноглобулина И. он не является основным биомаркером атопического дерматита. То есть он не является ведущим маркером для установления этого диагноза, к сожалению. И такого биомаркера на текущий момент нет. Который бы четко мог нам сказать, что да, это атопический дерматит. То есть мы, естественно, мы отправляем этих пациентов, они сдают этот анализ, но тем не менее в очень большом проценте уровень иммуноглобулина и при яркой клинике атопического дерматита может быть нормальным. И опять же, начало заболевания в раннем детском возрасте тоже не является обязательным критерием, как я уже говорила, может возникать практически в любом возрасте. Теперь по поводу дифференциальной диагностики. Я считаю, что первый, особенно в педиатрической практике, заболевание, с которым следует дифференцировать, это сибарейный дерматит. Потому что мы тоже, дерматологи, очень часто путаемся. И путаем сибарейный дерматит и атопический, к сожалению, потому что клиника уж очень похожа, особенно касательно локализации. Но при сибарейном дерматите почти всегда задействована волосистая часть головы. И это эритема и шелушение, то есть там отсутствуют визикулы, отсутствуют миллиардные папулы. Это в основном покраснение и шелушение. И это, как правило, с первых дней жизни. И потом, впоследствии, через какое-то время он может пройти и самостоятельно. Экзема – это очень сомнительный вариант. Мне бы хотелось сказать по поводу скабиеса, чесотки, потому что очень часто на атопический дерматит говорят чесотку и наоборот. И опять же, у нас практически нет ничего нам в помощь, потому что анализы на скабиес положительные, по-моему, в 0-0-0-0 там в каком-то проценте. То есть этого клеща нужно ловить вечером, тогда, когда он конкретно активизируется. И вот у меня за больше 20 лет работы только один раз в лаборатории был найден чесоточный клещ лаборантом у женщины, которая страдала норвежской чесоткой в течение года. То есть она была как бы… не было правильной диагностики проведена. Поэтому при чесотке надо, конечно, обращать внимание в первую очередь на спаренность папул, то есть они находятся попарно очень близко друг к другу и локализация должна быть определенная, то есть межпальцевые промежутки и половые органы очень часто бывают задействованы при чесотке. Так, и еще нам в помощь дерматологам дерматоскоп. Наконец-то мы… в общем, большая часть дерматологов освоила этот аппарат, ручной дерматоскоп, и мы при помощи ручного дерматоскопа иногда можем рассмотреть ходы и что-то увидеть. Вот, то есть мы сейчас как бы дерматоскоп используем и для диагностики кожных заболеваний тоже, не только новообразований кожи. Контактно-аллергический дерматит тоже довольно сложно дифференцируемый вот такой диагноз, в общем-то опрос нам в помощь, скажем так, с чем контактировал, что и как теперь энтеропатический дерматит. Тоже очень тяжелое заболевание, связанное с дефицитом цинка, и сейчас такие дети, вот как-то очень, ну, много их, в общем-то, стало. Ну, кандидоз и так далее. То есть дифференциальная диагностика очень такая пестрая. теперь касательно терапии. Диета терапии, контроль за окружающей средой, ну, в общем, как бы вот в европейских гайдлайнах называется максимально обезопасить от триггеров, то есть максимально забрать ребенка от тех факторов, которые могут его провоцировать. То есть домашняя пыль, сухость воздуха, животные, к сожалению, хотя эти дети все, как правило, хотят животных, очень их любят, и из-за этого страдания в семье. Это определенные продукты, на которые, на реакцию которых, в общем-то, может сочетаться с атопическим драматитом. Это то, что первое. Самое главное, номер один во всех гайдлайнах это уход. Уход это обязательно, это постоянно, потому что главная ошибка родителей в том, что они увлажняют детей пока обострение. Когда мы вводим их в ремиссию, они все прекращают. И потом, когда естественно, абсолютно логично возникает последующее обострение, они приходят недовольные с единственным посылом, когда это все закончится. Поэтому наша задача объяснять им, что увлажнение это как гормонозаместительная терапия или как это пожизненный прием там, я не знаю, сахароснижающих препаратов. То есть это то, что будет их длительно держать в ремиссии. Именно благодаря этому. Далее, нанесение увлажнения утром и вечером, вечером после купания. Причем, как пишут, вот допустим, имидиатли, то есть моментально искупали, аккуратно промокнули полотенцем, не растерли и сразу же нанесли увлажнение, пока кожа еще слегка влажная. Утром увлажнение наносится до медикаментозных средств в обязательном порядке, без предварительного купания. То есть утром и вечером. Детям необходимо, это ужасные цифры, конечно, с финансовой точки зрения, но детям в неделю необходимо 250 миллилитров эмалиента, а взрослому 500. То есть я не знаю, как это все можно купить, но тем не менее, существуют вот такие вот нормы. Далее, это правильное очищение и купание, то есть этих детей купать обязательно с целью снижения микробного обсеменения, с целью убирания корочек, с целью очищения. Их нужно купать только в средствах, специально предназначенных для топиков. И в температуре воды до 30 градусов, не в горячей воде, их нельзя купать. И это обязательно и никакой череды, потому что это просто эта череда, это какая-то притча во языцах, честное слово. Так, обучающие программы для пациентов. Да, мы, конечно, отстаем, но все равно. У нас есть школа атопии в Киеве, например, она есть точно, на базе Богатырской 32 городской кожевенбольницы. Есть обучающие программы для родителей, вот, например, у фирмы Лерош-Позе, у них есть семьи, которые они ведут и которым они объясняют. То есть их надо обучать, им надо объяснять, что это. И когда они поймут, что это, эти родители, вот в частности, тогда, конечно, будет легче всем с этим справиться. Глюкокортикоиды, топические стероиды, да, мы их используем, обязательно, мы их используем в острой фазе с целью противовоспалительной и с целью купирования зуда. Касательно антигистаминных не доказана их эффективность до сих пор. Возможно, использование только антигистаминных с центральным действием и то с целью, чтобы улучшить сон ребенка и все. Ингибиторы кальция и неврина, да, они сейчас очень активны. Все, я заканчиваю. Это хорошие препараты, они безопасны, и это доказано в европейских гайдлайнах, что они безопасны, хотя была информация о том, что длительное их использование грозит лимфомами впоследствии, но тем не менее это не доказано. Ну, то есть, что возможно развитие онкологической патологии. Касательно антибактериальных средств, не рекомендуют таблетированные формы, лучше использовать топические и не очень долго, потому что возникает резистентность. В то же время и глюкокортикоиды, и ингибиторы кальция и неврина обладают антимикробным действием, они стабилизируют вот эту колонизацию эстафилокока. Но системная терапия назначается в основном в стационарах. Это глюкокортикоиды и циклоспорин А. Так, про сухость я уже сказала, хотя очень такой классный слайд, который показывает о том, как оно все закручено, когда черепица разбросанная, это страдающий кожный барьер, через который все проникает и начинается этот круг, все инициируется, одно за другое цепляется, т-хелперы начинают еще больше влиять на кожный барьер. И вот при использовании эмальентов как выглядят кератиноциты на коже. То есть опять правильно устанавливается эта черепица. Про микробиом кожи уже уважаемая профессор говорила, то есть здоровый кожный барьер это залог. И пару слов буквально про лепикар буквально. Это в общем-то та серия эмальентов и уходов за кожей, которые с моей точки зрения наиболее соответствуют нашим требованиям. И я очень много и часто его назначаю. И поверьте, отзывы прекрасны в основном. Безусловно, есть разные индивидуальные особенности. Мы не забываем о том, что каждый человек это своими особенностями, но тем не менее максимальное попадание в десятку это лепикар по уходу. Я имею ввиду и бальзам и синдет. Синдет это действительно особая форма очищения, они даже прописаны в гайдлайнах, именно форма синдета. То есть это и не крем, и не гель, в общем, нечто такое пограничное. Что здесь в составе, что мне очень нравится, это вот эта молекула аквапоза филиформис, которая восстанавливает микробиом. Потому что эти дети очень часто сопутствующие инфицированием очень часто. И, к сожалению, не всегда эмалиенты, содержащие, допустим, мочевину, которую тоже часто используют, они могут нам правильно сбалансировать микробиом. Это неоцинамид, это совершенно восхитительное средство противовоспалительное, которое по силе своей равно китотифену, использование китотифена таблетированного. Это исследования, которые были произведены когда-то давным-давно, еще в 80-х годах по поводу неоцинамида и китотифена. И этот неоцинамид в очень большом количестве используется в топических всевозможных средствах, вот в Европе, например. Это термальная вода, которая снимает воспаление абсолютно индифферентно и неаллергенно. И масло корите, которое нам просто крайне необходимо, чтобы восстановить церамиды. Все, больше ничего. Хотя вот в этих европейских гайдлайнах там есть прям перечень, что нельзя, чтобы было в эмалиентах, то есть то, что может как бы влиять негативно. И правильное очищение, да, то есть в данном случае это синдет. Что очень важно, смягчает жесткую воду, потому что вода, вода даже в Киеве, например, в разных районах она радикально разная. В общем, спасибо за внимание. Все, извините. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотела вас всех поздравить с тем, что сегодня унифицированному протоколу по лечению диагностики атопического дерматита исполнилось один год и один месяц. Это такая дата, но было бы все не так смешно, как грустно, потому что имплементация новых каких-то протоколов вызывает сопротивление, и я отношусь точно к таким же врачам, которые должны выполнять эти протоколы до тех пор, пока, наверное, несколько раз не наступишь на одни и те же грабли, и потом понимаешь, что все-таки нужно повернуться к той проблеме, которая есть. Кроме того, вот на слайде вы видите, вот здесь, вот с левой стороны есть еще и айсберг, вот верхушка и низ. Наши знания с вами, они конечны в итоге, и что-то новое мы усваиваем, что-то вытесняется старое, когда новое не работает, мы говорим, оно все плохое, возвращаемся к старому, то есть у нас у всех есть свои собственные стереотипы, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, и это остается до сегодняшнего момента. Кроме того, я бы хотела сказать о том, что вот пациент с атопическим дерматитом, я его представляю, который укрыт одеялом, и у каждого из концов этого одеяла стоит какой-то специалист. С одной стороны, это семейный врач или педиатр, я, кстати, представляю первичное звено, которое тянет это одеяло в свою сторону, с другой стороны, есть дерматологи, есть еще гастроэнтерологи, есть лоры, у которых есть вазомоторные риниты, есть офтальмологи, у которых есть аллергические конъюнксивиты, и вот это вот одеяло вот тащится, и в конечном итоге ноги этого пациента постоянно оголяются, то с одной стороны, то левая нога, то правая нога. Поэтому вот такой подход мультисимптомный к каждому вот заболеванию, нам нужно научиться понимать друг друга с полуслова, понимать те назначения, которые были сделаны, не говорить, что нет, это вам неправильно назначили, это все по-другому должно быть, а делать таким образом, чтобы наш пациент постоянно был под одеялом, под нашим наблюдением. Я позволю себе в этом докладе представить вам клинические случаи пациента, который на самом деле был, и представить вот некоторые данные, которые, ну, на мой взгляд, заинтересовали меня, я думаю, заинтересуют и вас. Я, прорабатывая протокол, вот нашла какие-то такие, на мой взгляд, нерешенные проблемы атопического дерматита. Сегодня о них уже говорили. Ну, вот смотрите, из приказа пишется, что в нашей Украине в течение 2009-2014 годов наблюдается постепенное увеличение заболеваемости на атопический дерматит и распространение среди детей от 0 до 18 лет. Но цифры-то у нас с вами нету. Сколько же это? Какое же это увлечение? Какая это распространенность? Ну, вот нашла еще такие данные нашего Министерства охраны и здравоохранения о том, что в Украине 10 миллионов больных, из них одна треть дети, атопический дерматит 4%, то есть практически 2 миллиона человек, детей, страдает атопическим дерматитом. Вторая проблема нерешенная атопического дерматита это кадровая. Это, вот я вам говорила уже о том, что это заболевание мультидисциплинарное наблюдается и педиатрами, и семейными врачами, дерматологами, аллергологами и поставила несколько точек, потому что все специальности практически наблюдают этих детей. Вот правильные коммуникативные связи, последовательность диагностики, последовательность сведения, возвращение пациента на более низкое звено для проведения профилактики и наблюдения. Вот, наверное, это правильно. Ну, вот, вот такое лечение пациента по принципу нос лечит один, ухо второй, кожу третье, еще какой-то орган четвертый, приводит к тому, что у нас есть полипрагмазия, у нас есть изменение спектра сенсибилизации и в конечном итоге может быть смена шокового органа. И не секрет, да, что атопический дерматит входит в атопический марш, как один из компонентов. Следующая нерешенная проблема терминологическая. сегодня тут говорили, я хочу сказать, что действительно даже в нашей собственной литературе у нас очень много различных названий, которые мы используем. Самая распространенная это аномалия конституции, диатез, работая в университете когда-то очень давно, я тоже преподавала и говорила об аномалиях конституции на сегодняшний день, мы говорим о том, что в МКБ-10 очень четко написаны шифры L20, L20.9 это утвержденные шифры атопического дерматита. Другое дело, что нужно пошифровать не только третью цифру, но еще, наверное, добавить четвертую для того, чтобы точно понимать, о каком заболевании идет речь. Ну и вот из приказа опять из того же протокола я говорю о том, что статистика свидетельствует о том, что нередко неправильная интерпретация диагноза атопического дерматита и аллергического контактного дерматита. То есть сам протокол говорит о том, что мы очень часто путаем эти понятия. Кроме того, я хочу вам сказать, что мы все идем к страховой медицине, поскольку я представляю первичное звено частной медицинской клиники, работы со страховыми компаниями накладывают отпечаток. В каком плане? Я вам хочу сказать, что атопический дерматит не входит в пакет, в полис страховой для пациентов. Поэтому для того, чтобы страховая компания оплатила диагностику, медикаменты, иногда и приходится писать такие аллергические дерматит, или что-то там в обострение, которое требует очень быстрого решения. Но мы все идем к страховой медицине, и поэтому вот эти вопросы это тоже нерешенная терминология проблематика. Еще хотела сказать вам нерешенная проблема, на мой взгляд, которую я взяла, это маршрутизация пациента. Я вот определенные вехи, которые в протоколе написано, и в скобочках это написано первичное, вторичное и третичное этапы оказания медицинской помощи. Диагностику можно проводить в начале, можно проводить на втором этапе, и можно проводить у узко специализированных врачей. Но согласитесь, если вы на первом этапе поставите атопический дерматит знак вопроса, пищевая аллергия знак вопроса, и отправите на второе звено, то не видать, конечно, врачу первички тех 210 гривен, которые обещают государство заведение пациента на участке. Мы об этом должны помнить, то есть участок, первичное звено выполняет очень важную роль. Ну вот направляем коллеге, я написала об этом, то есть диагноз должен быть поставлен, нужно поделиться с коллегой, чтобы не оголялась правая нога, и на третичное звено тоже нужно направлять, но на третичное звено нужно отправлять уже в случаях очень сложных, тогда, когда нужно провести морфологический диагноз атопического дерматита. Классифицируем, лечим, контролируем эффективность, пациент должен вернуться на первичку, и именно врач первичного звена должен контролировать заболевание, выполнение пациентами рекомендаций, которые он получил на более высоких уровнях медицинской помощи. Ну и обеспечиваем высокое качество жизни. Здесь поставило энное количество знакового вопроса, потому что это должны делать врачи в всех специальностях и на всех уровнях оказания медицинской помощи. Ну вот, еще несколько таких цифр, я очень быстро пройдусь, я понимаю очень много текста, но мне очень хотелось, я нашла эту литературу, я вот ее там проработала, пропустила через себя и хотела с вами поделиться. Ну вот, Екатерина нам говорила о том, что 90% атопической кожи поражено стафилококом и ауреусом, да, но другие источники говорят также о том, что и лечение этого стафилокока не приносит никакого значения, не играет никакого значения в течение атопического дерматита. Кроме того, 85% детей пищевая аллергия это пусковой фактор атопического дерматита, и об этом нужно помнить на первом году. Поэтому, если мы уже ставим такой диагноз атопический дерматит, то мы должны понимать, ну что же такое этот атопический дерматит запустило. Понимаете, генетика генетикой хорошо, но иногда наличие генетической наследств, предрасположенности, должен быть еще какой-то фенотипический фактор, который реализует вот ту генетическую программу, которую мы получили от наших родителей. Ну, хотела вам еще вот такое вот сказать, еще такое интересное, ну, 90% случаев пищевой аллергии, которая является триггерным фактором, да, приходится на 8-10 основных, так называемых, больших аллергенов пищевых, и мы должны об этом помнить, да, арахис, орехи, яйца, молоко, рыба ракообразные, пшеница и соя. Я хочу вам сказать, что у большинства людей только остаются ракообразные, вот не переносят, да, не переносят орехи, это арахис, орехи и очень часто рыбу. Все остальные, вот как-то у нас с возрастом возникает толерантность, и мы все потихонечку начинаем есть молоко, даже если в детстве мы его не ели. Итак, вот первичка. Я уже вам говорила, что протокол очень четко предполагает три взаимосвязанных этапа оказания диагностики лечения атопического дерматита. Первичное звено должно обследовать, поставить диагноз и, посмотрите обязательно, направляем на консультацию к дерматологу и аллергологу в том случае, если это необходимо. Назначать вот эти вот мази стероидные, это не задача первичного звена, не задача. Задача выявить, поставить диагноз и вовремя перенаправить коллеги. Это очень важно. Ну вот поиск, я почему вот на первом слайде говорила, что у нас есть такой айсберг. Ну, мы не знаем, что там внутри. Вот чаще всего нам приходится искать вот здесь, да, истинная атопия, аллергия к пищевым продуктам или это есть непереносимость пищевых продуктов. Подходы совершенно разные к одному, ко второму и третьему заболеваниям, хотя первое и второе вот где-то перекликаются, вот что-то где-то есть общее. Ну, маршрут пациента диагностика. Я хотела сказать вам, что очень важно в самом начале построить генеалогическое дерево этой семьи. Нужно очень тетка понимать, кто в этой семье страдал атопией, кто в детстве болел, не болел, чем болел, как переносил, что ел. Это очень важно. Хронические заболевания, эндокринные заболевания, общеклинические анализы здесь спектр такой, развернутый анализ крови, к программе, кал на яйцеглист, простейший, эластаза кала. Определение общего иммуноглобулина Е, да, это показатель, который входит в дополнительные критерии диагностики атопического дерматита. Кстати, я хочу вам сказать, что для того, чтобы поставить диагноз атопии, атопического дерматита, нужно иметь три больших и три дополнительных критерия. Вот тогда это будет полный уже букет для того, чтобы поставить диагноз. Общий иммуноглобулин Е, да, есть, к сожалению, отрицательная форма, и тут уже ничего не сделаешь. Мы должны об этом... Определение специфических иммуноглобулинов Е, и, посмотрите, пожалуйста, я добавила иммуноглобулины G. Хотя, вот, в последней литературе пишут, что им можно не определять, они не играют в своей роли, но вот история литературы 15-16-го годов пишут о том, что это очень важно, потому что это свидетельствует о нарушении процессов пищеварения и формировании толерантности к тем или иным аллергенам. Это очень важно. Дальше, скрининг пищевой аллергии, да, FX5. Сейчас у нас молекулярная диагностика широко развита, и это очень хорошо, потому что есть минорные, есть мажорные антигены, у нас есть переклёстная аллергия, и для того, чтобы не испытывать пациентов на, ну, будем так сказать, суммы с тремя нулями, а впереди ещё двузначная цифра, нужно об этом понять, потому что есть методы, которые позволяют скринингово определить те направления нашего пути в плане диагностики. Чувствительность метода, посмотрите, очень высокая, специфичность тоже очень высокая. Если мы получаем какой-либо позитивный результат, мы отправляем уже на пакетное исследование, тогда мы будем понимать, что мы определяем как мажорные, так и минорные антигены. Ну, и теперь вот клиническое наблюдение. Я хотела, чтобы вы со мной вместе поучаствовали. Ребёнок 6,5 месяцев обратились к педиатру один, можно я так вот такими цифрами, с жалобами. Яркие, поплёзные высыпания по всему телу, сухость кожных покровов, мелкопластинчатое шелушение. Ребёнок очень беспокойный, отмечается вздутие живота, жидкий стул с примесью слизи, периодические проявления гемоколита у ребёнка. Масса тела 7,6 см, рост 67 см, при глубокой пальпации живота беспокойство, метеориз, отхижение газа. Получили высокие титры, показатели, которые свидетельствуют о наличии пищевой аллергии к белкам козьего молока и белкам коровьего молока. Ну, всё было бы не так просто, если бы история не имела своего продолжения. Из анонеза известно, что у этого ребёнка единичные популёзные высыпания зуд появились в возрасте одного месяца, тогда, когда ребёнок был переведен на искусственное вскармливание смесью один. У мамы поленоз, отец девочки плохо переносит молоко, страдает бронхиальная астма. Ну, вот такая семья была. При обращении к педиатру в возрасте семи месяцев был поставлен диагноз атопический дерматит лёгкое течение. Ребёнок переведен на вскармливание смесью на основе частичного гидролиза белка. То есть смесь Х1 была поменена на смесь ХГА. В первые 5 дней все радовались. Была положительная динамика. Но далее мама неудовлетворённая результатом. Через 5 дней всё вернулось на круги своя. Всё как было, всё вернулось в большей красоте. Может быть, даже ещё больше появилось элементов сыпи. Мама получила информацию на мамкином форуме. Мамы наши сидят, они хорошо знают, гуглят, интернет знают лучше, чем врачи. Поэтому она там и перевела ребёнка на вскармливание смесью на основе козьего молока. Хорошая смесь, вкусная. В возрасте 5 месяцев состояние ухудшилось, там что-то было опять улучшение, потом опять всё вернулось на круги своя, стало ещё хуже, появился разжиженный стул, слизь, иногда прожилки крови. Ну, неэффективная терапия. Ребёнок смотрится педиатром 2. Будем так говорить. Рекомендован известный анализ калмодисбактериоз, панацея от всех болезней. Получаем какие-то результаты, да. Ну, вот что было определено, углеводы в кале, да. Хороший метод, реакция филинга, она забытая, конечно, вот метод, совершенно простой, копеечный стоит, но вот получили высокий. Анализ крови без особенностей. клинический диагноз получился лактазная недостаточность, дисбактериоз второй степени, атопический дерматит, лёгкое течение. Назначена смесь Ха, безлактозная, бифи, форм и элидел, так, чтобы помазать уже где-то, да, вот было. Через две недели кожный синдром усилился, назначена консультация аллерголога и дерматолога. Наконец, вот педиатры решили поделиться ответственностью за введение этого ребёнка. Ну, я бы хотела вот вам проанализировав этого ребёнка, вот сделать такие вот анализы. Ну, во-первых, ребёнок с рождения находился, относился к группе высокого риска. Оба родителя имели атопию в анамнезе, различные её проявления. Ранее искусственное вскарбливание. С месяца ребёнок получает искусственную смесь. Причём, видите, не одно, а уже попробовал даже несколько, да? Ну, поскольку основной аллерген у детей первого года это всё-таки коровье молоко, а все смеси, которые, да, вот мы видели, там только ещё козья смесь была, они все идут на основе коровьего молока. Мы имели не что иное, как просто лангацию этого процесса. Имела место недооценка семейного анализа, анамнеза, да, была сразу назначена смесь на основе коровьего молока, что нужно было не делать этого, потому что это привело к формированию более глубоких проявлений дерматита. Ошибкой, конечно, была замена смеси на основе цельного белка на продукт на основе частичного гидролиза. Это неправильно, потому что если вы имеете только подозрение, вы можете назначить смесь на основе частичного гидролиза. Но тогда, когда у вас уже есть подтвержденная аллергия на белки коровьего молока или козьего молока, смесь может быть и должна быть только с полным гидролизом. Так во всех протоколах идет. Ну, неправильное назначение снизило доверие мамы к врачу. Я хочу вам сказать, это очень важно, потому мама и ходила от одного педиатра ко второму к третьему. Повышение, конечно, углеводов, кала и симптоматика со стороны пищеварительной системы была расценена врачом как диссахаридная недостаточность и был назначен безлактозный продукт, но зато с хорошим белком коровьего молока цельным. И это тоже было неправильно. Ну, вот диагноз выглядит вот таким вот образом у этого ребенка. Педиатр назначил элиминационную диету, была выбрана смесь на основе глубокого гидролиза. Дерматолог, которому все-таки направили спустя какое-то время этого ребенка для постоянного назначения назначил препараты вспомогать на базисной терапии местные противовоспалительные препараты топические глюкокортикоиды. Через 4 недели состояние ребенка значительно улучшилось. Паскарат было 9 баллов. В самом начале вот я это опустила было 37. Вот считали. 9 баллов. Аппетит хороший. Ребенку продолжено питание на смеси глубокого гидролиза топические клюкокортикоиды. Таким образом можно говорить о том, что недооценка анамнеза и ряда симптомов, непонимание патогенетических механизмов могут приводить не только к неправильному ведению пациента, к неадекватной диетотерапии, но самое главное к прогрессированию этого заболевания. Ну вот еще вот эта интересная очень схема, она совсем свежая, 15-го года. Я понимаю, что очень мелко, но вот я ее переводила. Посмотрите, пожалуйста. Вот дети со средне-тяжелыми и тяжелыми проявлениями атопического дерматита, которые не имеют в анамнезе аллергических реакций на повседневную пищу. Первый пункт это отсутствие положительной дианамики при оптимальном уходе за кожей. Первое, на что нужно обращать внимание, правильно ли родители используют уход, косметический уход, дерматокосметику для ухода за кожей. Наши родители как дома, да, они взяли пробники, которые им подарили, намазали, не помогает. А мы говорили о том, что 120-250 граммов в неделю, да, это дорого. Но здоровье, наверное, это самая лучшая инвестиция, которую можно себе предположить. Именно инвестиция в здоровье. И только после того, как мы определили, что адекватно дерматокосметика, мы переходим к следующему. Видите, то есть мы делаем аллергическую панель, если получаем отрицательный результат, диета не назначает, если мы получаем позитивный результат, мы идем по этой отбору, и здесь вот в конечном итоге, видите, есть, тоже могут быть и положительные, и отрицательные результаты. Это общепринятый алгоритм назначения диета терапии во всем мире. Так вот поступает. Она идет пошаговая, но она четко на каждом шагу определяет эффективность терапии, которая есть. Вторичное звено, я вам говорила, что протокол состоит из трех отдельных направлений, и задача и цели каждого звена имеют свои собственные. Задача второго звена это диагностика. И вот в протоколе четко написано, что есть единый диагностический алгоритм. Оценка симптомов признаков заболевания, оценка степени тяжести паскарат, это делают дерматологи и аллергологи, оценка пусковых триггерных факторов, их нужно найти вот на этом этапе, найти сопутствующие заболевания, факторы, которые утяжеляют течение, и провести дифференцированный диагноз. Это очень важно. Екатерина говорила о том, что очень часто даже дерматологи путаются, какой это дерматит, атопический или сиборейный. Тритичное звено это высоко специализированное звено. Здесь вот я привела из протокола, видите, только часть тех заболеваний, с которыми приходится диагностировать на тритичном звене. И еще раз повторюсь о том, что диагноз на этом уровне ставится только на основании морфологического метода, то есть биопсия кожи. И направляют сюда дерматологи и аллергологи. Вспомню. Контроль, профилактика качества жизни. Ну, это типичные рекомендации, которые написаны во всех руководствах. Они очень большие, нужно не курить, не пить, свежий воздух, много гулять, хорошо обрабатываться. Их очень много. Но каждая из них носит под собой достаточно информационно. Если все это тоже выполнять, мы тоже получаем хороший эффект. Но мне кажется, что в современных условиях я хотела вам продемонстрировать, вот обучение пациента может и должно идти вот таким вот образом. Вот такие вот дневники отопии мы раздаем своим деткам, которые приходят на прием к дерматологу. Дневники очень красивые, яркие, в них приятно записывать какие-то вещи. Там есть информационная такая вот строка для родителей. Там написано сколько принимать, как принимать. И вот такие вот есть диеты кормящей мамы, у которой есть ребенок с атопическим дерматитом. То есть вот такие вот листовки, вот это обучение. Вот таким образом мы с ними работаем. Школа атопии у нас работает, работает на двух подразделениях. и мы ведем активно работу с семьями и помогаем на сайте, участвуем для того, чтобы давать знания этим семьям в отношении атопического дерматита. Ну и выводы. Выводы здесь вот о них так много, но я бы хотела, чтобы вы прочитали вместе со мной. аллергия у детей чаще всего начинается с дерматита, протекает разнообразно, но всегда требует в себе повышенного внимания из-за опасности развития острых реакций. Мы сегодня о них вообще не говорили, да? И трансформация в иную нозоологическую форму. Клиническая история имеет первостепенное значение в диагностике аллергии. История диагностики аллергии это история болезни ребенка, болезни пациента. Убедительно рекомендуется грудное вскармливание младенца. До 6 месяцев хотя бы как минимум, желательно, чтобы было подольше. Пища основной источник чужеродного белка. Пищевая аллергия, особенно на пилог короб и молока основная причина развития аллергии в раннем возрасте. Для эффективного предотвращения аллергических реакций следует своевременно, то есть как можно раньше выявлять предрасположенность ребенка к аллергии и составлять индивидуальный план профилактики. Специалисты такие как аллергологи, иммунологи, дерматологи, гастроэнтерологи, врачи первичного звена играют важную роль в диагностике и введении аллергии. ДИФ-диагноз состоит из целого ряда иммунологических и неиммунологических заболеваний. Мультидисциплинарный подход это основа правильного диагноза, улучшение диагностических возможностей диагностики лечения аллергии у пациентов, создание условий для нормального качества жизни пациента и семьи. И если атопический дерматит уже диагноз, первое правило не докармливать ребенка с предрасположенностью к аллергии обычными молочными смесями, а при необходимости докорма использовать только специальные гипоаллергенные смеси, мы говорили на основе глубокого гидролиза. Второе правило по возможности сохранять грудное вскармливание как можно дольше, хотя бы до 6-месячного возраста. Кормящей маме целесообразно ограничить употребление в пище куриных яиц и так далее, и так далее. Ограничить это значит не есть каждый день и в умеренном количестве. Это очень важно, потому что иногда мамы думают, что все, конец, прошла жизнь, все, и я больше этого никогда не попробую. Я очень благодарна вам за внимание. Спасибо большое. Дякую, шановна, Наталья Алексеевна. Коллеги, чи є запитання? Я можу еще вот слово одно скажу буквально? Вот там в этом клиническом случае было представлено лечение эллиделом у ребенка. Я хотела бы отметить, что эллидел разрешен по инструкции с двух лет. Поэтому это был неудачный выбор. Это была помылка. Это было неудачное решение, да, то есть можно было обойтись без этого. Вопрос по поводу эллидела. Как долго вы ждете положительную динамику на эллиделе, какой максимальный курс лечения до вашего решения назначить топические астероиды, например, если вы не сочетаете эту терапию, а монотерапия только эллиделом, например, идет. эллидел назначается в случае легкого и средне-тяжелого течения. Мы можем его использовать как монотерапию утром и вечером, двукратное применение до 6-8 недель с последующим переходом на проактивную терапию, которая, кстати, допускается и при использовании топическими стероидами, то есть переход на нанесение два раза в неделю. Равно как и топические стероиды можно использовать в качестве проактивной терапии, и это крайне рекомендуется с целью увеличения периода ремиссии при атопическом дерматите. Атопический дерматит это иммуноглобулин Е зависимый дерматит. То есть это равноценно. Если у нас общий иммуноглобулин Е не определяется, такое может быть, но специфические мы должны найти. А если мы не находим никаких специфических КГЕ, можем ли мы ставить атопический дерматит? Если у нас есть количество основных необходимых три критерия, есть дополнительные, можем. Есть еще вопросы, коллеги, пожалуйста, есть вопросы? Немае? Дякую, Екатерина Ивановна.